Здравствуйте, мои дорогие! Вас приветствует Солнечная Индия. Меня зовут Людмила, и я проживаю в этой стране уже с 1986 года. Если вы хотите побольше узнать про Индию, если вы хотите узнать не туристическую Индию, то приходите на мой канал. Я вас познакомлю со своей семьей, со своими родственниками, друзьями, покажу, чем я занимаюсь и как я развлекаюсь. Вот Готти провожает нас. Мы сейчас идем в магазин покупать плитку, чтобы обложить вот эту стену. Видите, вот эта стена, она у нас черная вся. Если мы ее сейчас покрасим, она на следующий год будет почти такая же, потому что здесь растения, вода, поливается все, поэтому тут такое случается. И также, вот видите, у нас пошли трещины по столбам, по вот этим, на которых держатся ворота. Видите, вот оно все в трещинах. Их тоже мы укрепим плиткой. Ну вот, мы уже приехали в магазин. Еле нашли этот магазин. Я тут дорожаю. Só это около 20$ take ond grey Какие выводы slick 2020$? Придется двадцать рублей Вот 3 фит длина и 6 инч ширина. Эту плитку я смотрю, я хотела вот, допустим, на улице, где у меня деревья мои поломали коровы, вот обложить вот это вот полукруглые вот эти цементные ограждения. А вот это я хотела бы для колонн, вот эта коричневая, на чём у нас ворота держатся, вот хотела бы вот эту плитку. Всё, ухожу, показываю ноги, не показываю лицо, красное от жары. Ну вот, мы едем уже обратно, потому что придут наши помощники, придут и уйдут, если там дверь будет закрыта, они же не будут нас ожидать. Вот, по дороге хочется, я же говорю, от такой жары хочется выпить чего-нибудь холодненького и полезненького, поэтому мы тростник, можно было сахарный тростник, но там я безо льда не могу, а лёд неизвестно какого происхождения. Вот, мы тут остановились, брат хочет посмотреть манго, и нам нужно купить кокосовую воду, кокосовый алис. Это всё-таки, вот, за городом, типа, на окраинах города. Вот такие, видите, грузовики, всё тут, стройматериалы, всё такое продаётся. Вот, какой-то вообще заброшенный дом. Двухэтажный дом был, и кто-то его вообще забросил. А вот, посмотрите, как разрисованы стены, ограждения, я это называю наскальная роспись. Но всё равно приятно, чем будут какие-то облезлые стены, здесь какой-то рисунок веселее, ухоженнее смотрится. Мне нравится. Включаю вам музыку, потому что у меня всё равно гудит кондиционер, и плохо слышно. Ну вот, как я вам объяснила уже, мы едем по окраинам города. Там, где расположены все вот такие стройматериалы, там находятся какие-то склады, какие-то рисовые ангары, там рис, тоже склады, ну как склады, по переработке риса. Тут такие заводы различные стоят. Ну вот мы уже, как бы, наверное, подъезжаем. Уже это Дурк у нас. Ну и тоже, тоже Дурк. Это, ну как бы, это тоже у нас Дурк-дистрикт называется, а город у нас Билай. Вот мы едем по таким улочкам. Посмотрите, везде пустынно. Вот вы говорите, пешком ходить, там, вот куда ходить пешком? Вы видите, тут пешком ходящих людей. Нет тротуаров, и вот передвигаться нужно. А если перекрёсток, там вообще туши свет. На перекрёстке вы там не перейдёте, там не предусмотрено пешеходные, как вот у нас перекрёсток, пешеходы пошли, поток транспорта. Ой, вот это, видите, стена, это тюрьма. Наша местная тюрьма, там вышка стоит, почему-то вышка за... Это тюрьма. В стену не тюрьма. Тут какой-то огород, наверное, вот эти, которые охранники там живут. Где-то... Арбузик почему не покупаешь? Нет, у кокосов нигде. Это что такое, столько проехали, я думала, тут будут кокосы. Дефицит кокосовый наступил. Ну и даже у них гамла нет, вот эти, которые, мотка, которые воду... Это... Хотела сейчас показать вам. Вот у нас летом многие пьют... Мы-то перешли на горячую воду, ну, на такую тёплую пить стараемся. Ну, или комнатной температуры, конечно, если лень нагреть, а вот так хочется пить. Или вот стараемся тёплую воду. Ну, конечно, напитки я не могу, напитки я пью сольдом. Если вот я сейчас манго вот зелёное пью. Вот. А вообще вот постоянно, вот надо вот я своим швеем покупаю туда. Потому что вода идёт из крана горячее, нагревается. Из баков же в баках нагревается вода на солнце. И прям такая тёпленькая водичка идёт с фильтра. А вот. И им надо холодная вода. Они могут такую пить. И вот обычно, мы тоже раньше пользовались такими, горшки глиняные. Вы туда наливаете воду. И они вот сохраняют, такую охлаждают воду. Прохладная вода становится. Вот воду продаёт. Не продаёт, воду даёт. Вот воду даёт. Это всё бесплатно, чтобы люди в обмороке не падали. Подходите. О, даже она там какая-то розовая. Там какой-то шеи. Шарбат, шарбат. Шарбат, представляете? Вот тут бесплатно раздают. Поэтому машина всё останавливает. Такую жару. Люди все останавливаются. Ну, это жар, с ней гаража. И пьют вот компотик такой. Сладкую водичку, потому что... Может быть и соль туда добавляют. Вот как в этот. Вот я поворачиваю, потому что там полиции. А что у нас, что-то не так? Ну, потом бумажку искать, то искать. Мы боялись, где находится. Понятно, понятно. Вчера меня тоже поймали. Да? Когда я обратно поехал. И где? Восьмой сектор. Возле стиль-клаб, который вот эта площадь. Ну. И там чуть-чуть дальше поехал. И всё останавливается. Меня смотрели, да, бельт одета и был. Всё нормально. А какой бумажку? Потом говорит, лейсенс покажи. Потом другой говорит, нет, ты покажи. Вот это получено, лейсенс показал. Ну ладно, иди. А, а где получено? А то меня спросят, я знать не знаю. Потом кого-то отпустили. А, то есть это они хорошо зарабатывают. Нелегально, можно так сказать. Ну да. Ну, посмотрите. Вот мусор. Ну, сейчас с мусорщиками целая проблема. Ну, вот Субрат говорит, с первого числа, да, Субрат? Седьмого. Седьмого числа. С июня. Седьмого июня уже вот этот трактор, который огромный, не будет ездить. Будет ездить небольшая машина, да, там. Рексия где-то. Типа рексия. Маленький. И будет собирать. Рексия. Отдельно. У них там, я же говорю, забастовка уже тут два месяца, наверное. Если не больше. Идет. У нас там раз в неделю бывает мусор вытаскивают. И люди уже выбрасывают, где попало. Кстати, моя помощница тоже взяла. У нас два ведра уже было полных. Я хотела это в пакеты пересыпать. Смотрю, она уже взяла и куда-то там выбросила. Я говорю, куда ты выбросила? Ну, вот там, там, где все выбрасывают. Ну, в общем, моя лепта мусора в Индию. Загрязнение Индии тоже я в свое внесла уже лепту. Таким образом. Я поэтому, я уже поставила мешки, говорю, наполнится мешок. Если они еще не приедут собирать мусор, я рассортирую мусор. Говорю, завязала и поставила. Когда приедут там вот раз в неделю, как раз это. Это слава богу, что у нас сейчас нет вот девчонок-квартирантов. У них там сейчас они экзамены все сдают. Уже, если и придут, то придут уже через два месяца новые девушки. А так я не представляю, если бы там вверху у них очень много продуктовых отходов. Вот наша больница мы проезжаем. Вон там кокосы проезжаем. Так вот, я не представляю, как бы мы ехали. Как бы мы жили сейчас с девочками. Куда этот мусор девать? Вообще непонятно. И вот тоже сказали, строго сортировать надо. Но тогда нам тоже говорили. Если вы приносите нерассортированный мусор, сразу 500 рублей штраф. Ну так было написано в газетах, не знаю. Вот там сахарный тростник. Я даже выходить не хочу из кондиционера. Там жарко так на улице. Там такая огромная, как мясорубка. И вот туда сахарный тростник загружают, выдавливают сок, добавляют лед, лимон. Кто-то еще масало просит добавить и пьет. Я очень любила, но я сейчас боюсь. Все-таки там лед непонятно откуда. Ой, спасибо. Смотрите. Можно уже не есть. Все минералы и витамины. Отключила этот ужасный шум. Субрат пошел... Вот я выпила уже кокос. И теперь он отнес опять торговцу. Он там его разрубит. И там достанет малай. Ну такая, как бы... Молодой орех. Малай это вообще-то вот как сливки. Ну вот, в общем, да. Кокосовые сливки теперь он будет доставать. Все кокосы, которые Субрат купила, они надрезают. Надрезают, но не совсем остается такая, как бы, пленочка. И вот потом я дома, когда захочу, завтра или послезавтра, ну буквально пару дней, я должна буду сделать там дырочку ножом, вставить трубочку и выпить воду. Иначе он пропадет. Вот. А дома мы разрезать не можем. Потому что там такой нужен тесак. О, спасибо. Доброе утро. Вот так выглядят сливки. Тут рядом продается неизвестный науфий звезд. Вот это неопознанный науфий зверь у нас появился. Это калькуртки, да. Загадите лилки мне надо. Сейчас посмотрим. Я хочу посмотреть. А там что? Кушать что-то или пить надо? Кушать. Субрат говорит, когда ездили в Калькутту в детстве, родители очень много ели. Это бывает обычно там, где прибрежные какие-то города. Мадрас, Калькутта, Бомбей. Високопатнам. Вот мы сейчас спросили, Субрат говорит, откуда из Калькутты привезли? Они говорят, нет, мы привезли из Високопатнама. Это город в Южной Индии. Андра. В штате Андра, Прадеш. Посмотрите, когда он разрубил, он говорит, это плохой. И он его выбросил. Теперь разрубывает другой. Ветер убит другой. И он тоже говорит, это тоже плохой. Плак. Вот мальчик говорит, тетя, через два часа привезут хорошие. Вы приходите в пять часов вечера сюда. Будут хорошие. Ну, мы сейчас рискнем, еще вот третий посмотрим. Этот, он говорит, уже хороший. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok 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 В общем, мы даже не знаем, как это есть Вот это моя любименькая, любименькая Напиток на улице Субтитры создавал DimaTorzok Хотя сам с полу ему дали Он поел Как называется это, как я сказала? Как это называется, то, что мы купили? Сейчас Ну да, убери Ну уберу я, уберу Сейчас я соберу Как вот это называется, что ты ел? Тал Это, ты говоришь, в Бенгалии много, да? Где? Костолерия Какая? Костолерия А что такое Костолерия? Костолерия, где Море А Понятно Это, наверное, на юге Индии тоже, наверное Бомбей, наверное, тоже Бомбей, Безагапакт Вот они, я говорю, что из Безагапакт Ну вот он, ты пока ходил там? Это, где море, там и бывает Ты пока ходил, закрывали там? Это дерево тоже, как кокосовое дерево Ну да, они на кокосы и похожи Вот А я говорю, ты пока ходил, он тоже один открыл Плохой Второй открыл, плохой Вот Вот это третий, потом маленький нашел Вот более-менее он нормальный сказал Ну, хороший Вот Он говорит Анти, вы приходите через Вечером приходите После пяти Я говорю, а что после пяти Они хорошими станут? Он говорит, нет, нам привезут, короче, хорошие А что ж он теперь с плохими будет? У него их столько много и все плохие практически И сколько стоит это удовольствие? Стороп и три штуки и И И ты сколько ему дал в час? На 40 Ну, уж на одном Тоже на кокос, наверное, по вкусу. Да. Ну вот и все, мои дорогие. Мы уже подъезжаем к дому. Совсем немножко нам осталось. А я с вами прощаюсь. До свидания, до новых встреч. Пишите ваши комментарии, ставьте лайки. И если хотите помочь, и у вас есть на это возможность, нажимайте сердечко с долларом в той же строке, где вы ставите лайки. Пока-пока.